для посадки саженца фундука мы закупили хороший торф с биогумусом хороший урожай начинается с хорошего удобрения сначала сейчас пойдем заберем саженцы и будем сажать следите чтобы ничего не пропустить приехали саженцы с потомника фундучок сейчас будем распаковывать их и высаживать покажу как мы высаживаем и у нас стопроцентная приживаемость даже промышленном если пять процентов не приживается это нормально но допустим наших случаях там 40 кустарников если два не приживется но ничего страшного поэтому попробуем высадим посмотрим результат следующем горячика становится в этом году все-таки на 40 саженцах следующем году чуть увеличим наш сад вот будем сейчас сажать вам самый один важный момент следить за тем чтобы не обветрить корни потому что корневая быстро обветривается и туда саженцы тоже могут умереть и ни при чем ты с производителем вы где-то произвели какой-то момент знаете смотрите какая сладкая вот у нас готовая ломка есть мы в первую очередь решили заменить те фундуки которые дают мелкий урожай ну так получилось что покупали в разных питомниках и поэтому не было проверенных и вот через пять лет мы увидели что плоды мелкие мало того что 5 лет ждали урожая еще и плоды нет поэтому первую очередь мы замещаем у нас здесь среди 70 кустов два куста мелких мы в первую очередь замещаем эти два мелких куста и потом идем на новую площадку и сажать будем новый сад для этого что вот у нас готовая лунка вот добавляем биогумуса и вот он как выглядит это точнее этот торф торф с биогумусом он вину это корм прекрасный корм для так вот чуть меньше половины ведра насыпаем торфа потом 5 сантиметров земли достаем саженцы лучшие качество пакета не доставать чтобы они не объекты стараться по одному и и укрыл пока занимаемся одни саженцы не кровать здесь а здесь алексей нам еще и с подарочком да нужно разделить на два куста и получить два саженца взрослый саженец значит вот у нас почки представляем корнями засыпаем буквально 5 сантиметров от 5 сантиметров отверху алексей в сторону фундука живут на поверхности поэтому фундук люди суббогоним закапывать Засыпаем остатки садинга. Слегка притрамбовываем, затем это все поливается водичкой, чтобы она все трамбовалась. И после этого чуть-чуть можно присыпать зиндрой, чтобы не выпустить влагу. И сверху это все замульчировать. Вот такой метод. Это все из блогов, все, что я делаю, что мы пробовали, уже тестировали в себя на хозяй. Это все из блогов, доверенных таких как питомник и кундучок. Поэтому следите, обращайтесь, чтобы были стопроцентные урожаи. В принципе, вот и все за пару часов мы справились. Унки были готовы у нас. Хотел отдельную благодарность Алексею за подарки, за фунточки сорта киросун, которых у меня нет. Спасибо. Всего доброго. До встречи. Еще один важный момент. Очень важно эти луночки потом замульчировать и весной, уже когда будет тепло на улице, добавить одну таблеточку инициатора от майского жука. И в принципе все. Ждите 100% урожа.